37 тысяч рейдов и около сотни раскрытых преступлений. Итоги работы за 2015 год подвели казаки краевой столицы. Цифры и факты озвучил атаман Екатеринодарского казачьего общества Александр Пащенко на отчетном сборе. В нем приняли участие около 500 казаков. Среди них и атаман Кубанского войска Николай Далуда. Екатеринодарское районное казачье общество значительно поднялось в рейтинге в целом войска Кубани. Значительно. Это и патриотика, это и количество казачьих классов, это и поминовение, это и отправка казаков для службы вооруженных сил, это военно-полевые сборы, это и в том числе государственная вся служба. Работу казачьего общества признали удовлетворительной. Высокую оценку поставил и мэр краевой столицы Владимир Явланов. Будь то направление развития экономики, будь то политические направления, будь то организационная работа, ничего без вас не проходит. Я этому очень рад. Мы в своих действиях едины сегодня. И власть, и казачество. После отчета атаман Александр Пащенко сложил полномочия. Затем казакам предстояло выбрать нового руководителя. На этот пост претендовали три кандидата. Атаман офицерской сотни Василий Палухин, глава казачьего общества имени Берлизова Валерий Катко и руководитель Центра развития казачьей культуры Краснодара Василий Павлик. Каждый выступил и рассказал о своих программах развития. Для победы требовалось набрать две трети голосов. Сбор длился около пяти часов, однако по итогам ни один из кандидатов необходимой поддержки не получил. Следующие выборы атамана Екатеринодарского казачьего общества пройдут в декабре.